Считается ли молитвой просто настрой на блоге, чтение об истине, мебитацию на истину, смотрение на просветленные изображения? Да, это тоже молитва своего рода. Вы понимаете, у сердца все равно у человека есть, но ты есть два способа жить, даже в отношениях с Богом. Один способ – сделай мою жизнь хорошей, Господи, чтобы мне здесь хорошо было. Второй способ – я хочу тебе служить. Сам решай, как я буду жить, сам решай. Я не соображаю ничего в этом. Я не понимаю, в чем истина, смысл моей жизни. Не понимаю, сам реши. Я хочу тебе служить, жить для тебя. Какая у меня будет жить, сам реши. Вот это сказать «сам реши» очень больно, потому что мы же внутри всех вадим, чтобы все было хорошо. А он может и так решить. Правильно? Почему он может и так решить? А потому что мы в него не верим. Мы не знаем, кто он такой. Мы не знаем, что он лучший друг наш. Мы многое чего не знаем другу. Поэтому мы ему не доверяем. Поэтому мы ему не говорим в сердце. Сам решим. Есть две категории верующих. Они называются «нуждающиеся верующие». Нуждающие постоянно просят. Дай мне то, дай мне сё. Ну, как бы решают за Бога, что ему делают. Это атеисты, по факту. Это неверующие люди. Они просто вступают в веру такие. Неверующие. Просто атеисты. Настоящий верующий. Что значит верующий человек? Он знает, каковы отношения Бога с нами. И отношения таковы, что они очень чистые и светлые. Бог точно знает, что надо делать для нас. Точно знает. И мы не должны в это вмешиваться. Это не наше дело. Наше дело – служить Богу, наполняться божественной энергией. Это не с помощью Него служить всем людям вокруг. Своим родственникам, друзьям, близким, знакомым. Все. Светить всегда, светить везде, до дни и последних долгцев. Светить никаких воздействий. Вот лозунг мой и солнце. Понимаете, человек так должен жить. Душа обязана трудиться и день, и ночь, и день, и ночь. Трудиться означает служить. Это правильное понимание вещей. В этом смысл жизни. Когда человек направление правильное набирает в своей жизни, квартира становится освещенной, счастье. Вот человеку в дом заходишь, счастье наступает. Счастье. Сердце там раскрывается, хочется петь, плясать, не ругаться, а петь, плясать хочется. Это значит, что он правильной жизнью живет, такой человек. Если человек живет неправильной жизнью, к нему домой заходишь, таскаю. Я водяной, я водяной, никто не водится со мной. Все мои подушки, пьянки и лягушки. Выбирайте сами, как жить. Спасибо.